С Олегом я познакомился в спортзале. Случайно в раздевалке увидел, что у мужика вместо правой голени протез. Меня это удивило, потому что Олег во время тренировок качал не только верхнюю часть туловища, но и очень интенсивно нижнюю. Мышцы ног были проработаны пропорционально всей фигуре. Не удержался и спросил у мужественного парня, не больно ли в протезе заниматься. Тот ответил, иногда больно, но терплю. Достойный пример для продражания многих атлетов. Не все здоровые уделяют достаточно времени на тренировки прокачки ног. А ведь ноги это главное, а не носят дурную голову. Ходят такие герои качки, как амеба. Массивный торс на тоненьких палочках. В общем, с этого разговора завязалось знакомство. Значительно позже я поинтересовался у Олега, при каких обстоятельствах он потерял ногу ниже колена и услышал очень необычную историю. Думаю, многим она будет интересна. В 90-е годы по молодости Олег любил путешествовать по малоизведанным природным местам Урала, Сибири, Алтаи и других русских краев. Выбирались в основном с двумя самыми близкими друзьями. Но иногда и большими компаниями, человек по 15-20. Бродили по лесам да сплавлялись по рекам. Как-то летом решили вот так уже втроем разведать новые места в Верховьях Печоры. В самый последний момент один из друзей приболел и в поход отправилось двое. Олег и его товарищ Антон. Оба бывалые туристы-рыбаки и золотоискатели. Да-да, ни одной же рыбой богата земля русская. А к золоту и камушкам самоцветные тоже никогда лишними не бывали. Не одни такие ушлые конечно в те годы по тайге рыскали. Сейчас поток копателей-рыхлителей заброшенных и новых разработок несколько пояссяк. А в 90-е кого только было не встретить на узких лесных уральских тропках. Половина этих туристов-геологов наезжала из Москвы и Питера. Некоторые так и сгинули без вести. В необъятных таежных местах. Но наши ребята были подготовлены физически и технически. И еще с немалым опытом подобных странствований. Поэтому продвигались по заранее намеченному маршруту без потерь и чрезвычайных происшествий. Шли не торопясь, периодически останавливались до рыбалки или проверки речных и ручных промоин на предмет наличия золотого песочка. В гористых местах оглядывали кварцевые месторождения. Так в свое удовольствие путешествовали недели полторы. Забрались в несусветную глухомань. Вскоре поняли, что карта уже бесполезна. Если горы на местности еще совпадали с чертежом, то речки в большинстве своем протекали совсем в других направлениях. Лесные и водные артерии вообще часто меняют свои русла. То после половодия, то из-за ветровала, то обходя бобровые плотины. Но и без ставшей неактуальной карты, молодые парни неплохо ориентировались в походе. Есть компас, солнце, звезды и голова на плечах, в конце-то концов. Вообще, в этих краях они уже бывали раньше. Но последнее знакомство, небольшое озерцо с иллистым дном, минули три дня назад. Правда, от озерца, в котором они ловили когда-то карасей, осталось только пересохшее болото, сплошь заросшее густым камышом. Теперь их путь прилегал по совершенно нехоженным местам. Да еще пришлось менять ранее намеченный маршрут, чтобы обойти скалистый горный массив, растянувшийся на много километров. Из-за этого друзья немного заплутали. Под вечер лес стал быстро темнеть, а в непролазной чаще, как назло, все никак не находилось подходящего места для ночлега. Одна болотистая жижа под ногами. Когда парни почти уже потеряли надежду выбраться на сухое место, вдруг стороне показалось что-то похожее на небольшую полянку. Хотя веселенькая полянка вполне могла оказаться болотиной, поросшей нежной зеленой травкой, Олег с Антоном повернули туда с надеждой. Добравшись до края поляны, с облегчением ощутили под ногами твердую землю. Растеряв силы в хождениях по болотам, наскоро поставили палатку и, перекусив в сухомятку, завалились спать. Даже костер разводить не стали. Благо, лето, можно и без огня заночевать. Утром, откинув палаточный полог, Олег выпал снаружи и осмотрелся. Уже рассвело, но остатки тумана еще скрывали дальний край поляны. Вокруг стояла такая тишина, что, казалось, лес вымер. Парень поежился и вдруг ни с того, ни с сего почувствовал прилив неизъяснимого ужаса. Кожа на всем теле, даже на макушке, пошла мурашками. Вот оно ощущение, когда волосы шевелятся. Такое с ним происходило всего несколько раз в жизни и все случаи в далеком детстве, в одном и том же месте. Впервые он пацаном лет шести ощутил этот незабываемый ужас, когда гостил у своей бабушки. Бабушка вместе с двумя дочерьми, тетками Олега, жила в двухэтажном бараке на окраине небольшого уральского городка. Барак был снабжен водопроводом холодной воды. Для подобного объекта чуть ли не роскошь. Горячее получали сами, затапливая дровами чугунную печь «Титан», уже запроектированную при строительстве. В бабушкиной квартире эта массивная круглая печь была вмрована в дальний угол санузла кладовки. В многофункциональном санузле хранили картошку, садовый инструмент и старую рухлядь. Тут же стояла длинная чугунная ванна, правда, ей почти никто не пользовался. Где ж такую уйму воды-то нагреть? Мылись по деревенскому обычаю в бане. Туалетом в санузле служило керамическое очко в полу, как на старых вокзалах, с высокостоящим на трубе чугунным бачком. Когда дергали за цепочку слива, льющаяся из бачка вода издавала такой кошмарный, грохочущий звук, что кровь стыла в жилах. В квартире у бабушки Олег не сидел синим, весь день проводил на улице с дворовыми пацанами, с которыми крепко сдружился, или лакомился ягодами в бабушкином саду, что находился неподалеку от барака. Поэтому первый раз в этот туалет нужда позвала его как раз среди ночи, видимо ягод много съел. Санузел находился в противоположной от жилых комнат стороне квартиры. Пройдя в полной темноте, чтобы никого не разбудить через длинный коридор, мальчишка осторожно приоткрыл дверь кладовки. С трудом на ощупь нашел выключатель и щелкнул тумблером. Нервно помигивая, зажглась одинокая тусклая лампочка под высоким потолком. В полумраке пацан присел на корточке над унитазом. Сквозь полуоткрытую дверь туалета ему было видно белеющую в темноте ванну, мешки с картошкой вдоль стены и толстую трубу титана в дальнем углу. Темноты он тогда уже не слишком боялся, но почему-то с каждой секундой нутром чувствовал липкий, надвигающийся ужас. Делая свое дело, мальчуган напряженно всматривался в полутьму длинной кладовой. Вдруг на его глазах из-под ванны выползла сначала одна, затем вторая, третья и четвертая крысы. Маленькому мальчику они показались огромными. К прежнему непонятному ужасу добавился вполне реальный кошмар. Пацан спешно подскочил, успев дернуть за цепочку бачка, и под грохот унитазного водопада пулей помчался прятаться под одеяло. Можно, конечно, было весело посмеяться над детскими страхами, но спустя несколько лет подросший Олег случайно узнал одну очень драматичную вещь об этой кладовке. Давно еще до бабушки с тетками в этой квартире проживала семья военного с двумя детьми. Однажды зимой, когда родителей не было дома, дети затеяли игру в прятки. Старший брат забрался в кладовую и протиснулся в угол за натопленный титан. Туда протиснуться, а обратно никак. Даже повернуться не удается. Сначала молчком корячился, потом спустя недолгое время, когда раскаленная чугунина на топленной печке зажгла нестерпимо, заревел в голос. Младший братишка по крику быстро нашел спрятавшегося. Засмеялся было весело, но видя, что старший брат орет не на шутку, сам заплакал. Так и нашли их пришедшие взрослые в том самом самом зле. Малого хныщущего на полу и старшего, уже замолчавшего, прижатого раскаленным титаном вплотную личиком к известковой стене. Запеченного заживо мальчишку потом чуть ли не по частям из угла выковыривали. Может, энергетическую памятью место о том страшном событии и объясняется непонятный ужас, охвативший маленького Олега тогда, еще до появления крыс в мрачном самом зле. Ведь, говорят, загадочное шестое чувство у детей развито гораздо лучше, чем у взрослых. По словам Олега, он всегда старался избегать той кладовой, но если все же приходилось заходить туда, каждый раз мрачное чувство ужаса надвигалось вновь. Больше никогда и нигде он не испытывал подобного, хотя довелось побывать в переделках, в которых иной и вовсе мог лишиться чувств. И вот опять этот мрачный, необъяснимый ужас вернулся. Но что могло его вызвать? Какая связь со старой барачной квартирой и ее кладовой? Здесь, посреди глухой лесной чащи, ни намека на ту обстановку. Тишина, болота и белесый туман, который уже почти рассеялся. Не находя объяснений, парень в задумчивости поднял голову и обмер. Жар пронзил тело от пяток до кончиков ушей. На противоположном конце поляны, сквозь рассеивающийся туман, медленно вырисовывалась высокая человеческая фигура. Силуэт человека был вытянутый, от чего казалось, что незнакомец высоченного роста. Быстро оправившись от неожиданности, парень окликнул нежданного гостя, но тот даже не пошевелился. На крик вылез из палатки заспанный Антон. Он тоже увидел вдалеке человеческую фигуру и, подойдя к Олегу, удивленно поинтересовался. «Это что еще за чувак?» «Не знаю». «Молчит». «Пошли поглядим, топорик только возьми». Друзья, не отводя взглядов от странной неподвижной фигуры, медленно направились ей навстречу. Приблизившись шагов на 30, поняли, что предмет неудушевленный. Уже ускорив шаг, подошли к странной фигуре вплотную и стали с интересом ее осматривать. Из невысокой травы торчало, похоже на каменную статуя. Вернее, не статуя, а вытянутое изваяние, без рук и ног, но с плечами и головой. Высотой оно было метр два с половиной. Изначально, наверное, еще выше, но с годами осело в землю. На голове почерневшего исполина были вырезаны глаза, причем спереди и сзади. Поэтому определить, где тут настоящее лицо, не получилось. Тюкнув пару раз под статуей топориком, Антон заключил, это не камень, а деревяшка. Правда, почти окаменевшая от времени. Скорее всего, лиственница. Интересно, сколько же столетий чудище здесь простояло? Парни долго еще ходили вокруг необычной находки, осматривая со всех сторон. В конце концов пришли к выводу, что это изображение какого-то языческого башка, сооруженное древним народом, обитавшим стародавние времена в этих местах. Неподалеку за идолом возвышалась крутая, замшелая и почерневшая от болотной влаги скала. Между ней и истуканом в траве торчал широкий пригорок, оказавшийся массивным валуном под слоем дерна. «Похоже на жертвенную колоду», – предположил Олег. Сделав фотоаппаратом несколько снимков, вернулись к палатке, где занялись костром и завтраком. За завтраком Олег поделился с другом своим странным неприятным ощущением. К его удивлению, Антон сказал, что тоже чувствует какой-то необъяснимый страх и беспокойство. Не став задерживаться в неприятном месте, поев, парни быстро свернули палатку, затушили остатки костра и двинулись дальше. Но их путь в этот раз оказался недолгим. Олег, хлюпавший между болотными кочками за товарищем, вдруг услышал резкий шипящий звук. За ним увидел, как Антон, скрикнув резко, взмахнул рукой, отбросив далеко в сторону что-то извивающееся и длинное. А затем, подскользнувшись на болотной траве, неловко рухнул на землю. Подбежав к другу, сразу заметил, что лицо у того бледное, как полотно. Антон уже резал ножом штанину, а потом судорожно принялся выдавливать кровь из двух глубоких ранок в бедре. У-у-у, гадюка, укусила тварь. Оказалось, парень прыгнул на очередную кочку, не заметив притаившуюся под ней змею. Вскоре нога Антона стала распухать на глазах, а сам он стонать от боли. Сыворотки против змеиного яда с собой не брали, о дальнейшем передвижении не могло быть и речи. Боль укушенного становилась все нестерпимее, а отек распространился на все тело. Похоже, в дополнение ко всем бедам, у несчастного друга была аллергия на гадючий яд. Почти взвалив стонущего Антона на закорке, Олег потащил его к месту покинутой стоянки, на поляну с идолищем. К вечеру Антону стало совсем плохо, он начал задыхаться. Отек перешел уже на внутренние органы, все способы помощи подручными средствами не давали желаемого результата. Периодически бедный парень впадал в забытие. Олегу еле-еле удалось влить ему в рот полкружки крепкого чая на ночь. Антон вроде притих, немного успокоившись и перестав дергаться. Незаметно для себя задремал и Олег. Очнувшись часа через два, сразу повернулся к Антону и понял, что друг умер. Утром, взяв из вещей самое необходимое, взвалил окаменевшего, не сгибающегося Антона на плечи и отправился в обратный путь. Оставлять мертвого друга на съедении диким животным в заброшенном глухом месте Олег не собирался. Тащил на себе труп товарища парень километров десять, может двадцать. Он не считал. До тех пор, пока совершенно выбившись из сил, сам неловко не подскользнулся и не упал навзничь. Грохнулся очень неудачно, сильно ударившись с передней части голени о камень. От боли чуть не закричал. Даже сквозь штаны здорово содрал кожу и уши получил серьезные. Заночевал здесь же, не в силах идти дальше. Конечно, рану сразу обработал средствами из аптечки и перевязал. Но ночью периодически просыпался, так как боль постоянно давал о себе знать. Утром понял, что с травмированной ногой дальше тащить труп товарища он не сможет. Скрипя сердце, облил бездыханное тело нашадырем, чтобы отпугнуть незваных гостей-зверюшек, надумающих поживиться человечиной, завалил камнями и ветками. Пометил место яркими тряпками, какие смог найти во взятых вещах, чтобы легче было найти с воздуха. После хромая продолжил обратный путь. Как он шел, не имеет смысла рассказывать. Нога болела, голову терзали мрачные мысли о том, что он скажет жене и сыну Антона, когда вернется. Спустя несколько дней Олег был уже дома. Мертвого друга по указанным на карте и на местности меткам тому времени отыскали. Транспортировали в ближайшее подходящее медучреждение, а позже перенаправили в родной город. Когда дома Олег обратился в травмпункт со своей побитой ногой, там его успокоили, мол, ничего серьезного, обычный ушиб с повреждением кожи. Обработали рану перекисью и зеленкой. Рентгеновские снимок делать не стали. Врач заверил, что даже трещины нет. Раз ты сам столько километров пехом смог отшагать. Но с каждым днем рана гноилась все больше, нога опухала. Медики мазали зеленкой и говорили, что просто на этом месте у всех плохо заживает. К тому же ссадина инфицировалась. Прописали курс антибиотиков. Но ничего не помогало. В итоге через месяц ампутация. По колено. Через несколько лет, подлечившись и вернувшись к активному образу жизни, Олег возобновил свои лесные странствия. Правда уже без особого экстрима и с большей подстраховкой. В одном из таких походов, в тех же северных уральских лесах, познакомился со старым охотником-промысловиком. Тот, выслушав его историю, про поляну со странным истуканом изрек. Попали вы тогда, ребята, в жуткое место. Это ведь старинный жертвенник какого-то бога сил природы был. Может леса, может реки и горе, или еще чего. Вполне возможно бог охоты или войны. А того и хуже. У древних языческих племен по лесам и горам много идолов для поклонений было установлено. Только со временем их почти не осталось. Оно и к лучшему. Попали. Потому как от таких мест нам, простым смертным, надо держаться подальше. А если уж занесла нелегкое к жертвенному алтарю, преподнеси что-нибудь духу этому. Дичь ли, может рыбу. На худой конец вещь какую-нибудь ценную. И беги оттуда по добру, по здорову. А иначе он сам себе жертву выберет. Обязательно ту выберет. Бой! БОЙ! Субтитры сделал DimaTorzok